Всем добрый день, дорогие коллеги. Я фермер из Крыма. В прошлом году такое получилось. У меня посеял рапс с нормой высева 250 тысяч на гектар. Все. Произвели посев. Два этапа у нас так получилось. Выпили осадки 14 августа и 3 сентября. Я как-то был год назад на Украине и думал, что за безобразие такое. Таким занимается. Тогда мне не любило. Год подумав об этом, а как бы не попробовать. Потому что был тоже опыт такой. Мы сеяли посевным комплексом 200 гектар. И у нас не получилось заминания. А потом еще и в оконцовке, в апреле месяце он у нас вымерз. Мы остались без рапса. А это вот филсейл. Ну попробую. Как раз все так благополучно получилось при поле осадки. Вот этот рапс у нас, если на килограммы перевести, то 900 гектар получалось на гектар. Причем все говорили, что зарастет сорняком. Два поля там прям рядом у нас. Одно вообще. Мы не работали гервицидами. Так все хорошо закрылось. Которое было позднее. Вот на две недели. А одно мы сработали. И то работали противозлаковыми сорняками. Это вот зимой. Как говорит, мы товарищи, то у него отпали уши. Порвался. Ну я думал, все. Опять голая почва стала. Ничего там не будет. Но пришел март месяц. Все там возобновилось. Причем мы замеряли количество осадков. И тут метровый слой 80 сантиметров. Дальше в суток. Миллиметров. 80 сантиметров. Всего влаги. Проникновение. Даже метровый слой был. И было 83 миллиметра. Думаю, наверное, все-таки не получится, потому что влаги мало. Рапс это культура, которая любит азот. Вот Александр Анатольевич приезжал. Говорит, надо кормить. Я говорю, я не буду кормить. В нашей зоне это не работает. Сейчас придет апрель-май, у нас все высохнет. И все. Он говорит, я тебе сказал, кормить. Он такой любитель. Покормить по-краснодарски. Мы там дали в феврале месяце 150 килограмм сульфат аммония. И после того, как Александр Анатольевич приезжал, еще дали 150 литров кассы. Ну, я хочу сказать, что когда-то у нас, когда было решение, мы давали по полтонны из вас на рам селитр и убирали 40 центов. Что тут хотелось еще рассказать, что вот рядом сейчас растет у соседа пшеница. Она уже на сегодняшний день сгорела. А рам стоит, вот мы готовимся, наверное, дней через 10 уже будем убирать. И вот эти вот осадки только пошли, у нас не было. Три месяца вообще было сухо. Ну, как бы выжил достойный рам. Вот еще есть, что сравнить, соседи тоже посеяли обычными, там, ДМС селкой, тоже там, по нулю работают. Но они посеяли 4,5 килограмма. И в разы там все отделяется, хотя мы с агрономами общаемся, они там тоже столько же, а злота дали, все. Но нам повезло еще осенью, там после этих 25 миллиметров, еще бы были 25, там в среднем где-то 75 получилось, они выскочили. Но мой рапс, вот, было видно, что ему всего хватает, причем там сложных удобрений вообще никаких не дали. Он даже, ну, селка не дает. Хотя все говорят, как ты без способа рапс выращиваешь. Не знаю, я даже говорю, я посеял, так получится, получится, нет, значит, там вот следующая культура, там зашла, наверное, подсолнечник или что-то другое. Ну, это все, это, кстати, вот, мы пока селку настраивали, то, что было там у нас в амбаре, как говорится, засели. Посели, а там попалось у нас, ну, покровными мы занимаемся, рапс был с горчицей. И вот, то, что 3 сентября сели, там вся горчица зацвела, и соседи ездили и говорили, у тебя там рапс перевоз, давай мы скуй с ему. Скотине. Я говорю, не мешайте, там все хорошо. Можно так? Вот так он выглядел, вот, в цветении. Вот еще было, тогда, объявляя открытое. Ну, с сорняком, вот, все, я все больше переживал, что быть с сорняком проблем, он закрыл себя капитально. Вот так он зимой так выглядел. 20 градусов мороза, я ездил, копал, а там, ну, жизнь, ничего не промерзло, да. Вот так он у нас свел. Точнее? Нет, это уже за час. И вот на сегодняшний день можно там последняя фото Через все удовольствие. Что же нам сделать, чтобы это вот рядом с полем я специально сфотографировал. Вот такие сейчас стоят трещины. И вот растет там такой рап. Я для себя тоже открыл, что вроде как это такая культура, которой надо осадки, азот и фосфор и все. Нет, оказывается, вот где же мы рядом. Александр Иванович видел, пшеница сгорела, а рап стоит. Здорово. Он же сейчас в цене, выгодная культура. Цена это, ну, а еще вот надо же нам все-таки его пункт какой-то. Я считаю, что вот это такое тоже решение. Причем, ну, не затратно получилось. Там этих 900 грамм один человек все это посеял, сделал. Какие вопросы к Эрнесту, к Энверовичу? Нет. Нету ныряда, какое ныряде? Семься. А гибриды ли сорт? Ну, это все поддевались. Гибриды. Нет, гибриды. Да, четыре раза то, что сработать от вредителей. Два раза осенью. Причем тоже там был опыт, совка сильно напала. Там соседи смотрят этот опрыскатель, у них день и ночь ездить. А я заехал, вот препарат из Белл такой, мы всегда на капусте, работаем, допустим, или на нуте, там 100 грамм. Дай попробую 50 грамм, все-таки рапсун все равно завтра вымерзнет, это все отпадет. Ну, уже там глубоко высунет. 50 грамм Белта тоже сработало замечательно, я ничего там не... И сначала перед цветением была обработка и ситицидом, и вот сейчас обработали бельтопланом после цветения. Спасибо. Мы переходим к следующему спикеру.